привет всем у нас сегодня презентация последняя вот и мы расскажем про 5 способов помочь команде листай нас зовут андрей миша и мы из тоже компании питер сервис и мы работ жалко учим вообще работаем в паре вместе с мишей и любим работать в паре как вот знаете только что говорили тут про парное программирование я тоже раньше был разработчиком очень любил работать паре вот и мы теперь в паре работаем коучем в паре одновременно причем синхронное редактирование нового слайда значит мы работаем компании питер сервис это компания которая делает биллинг и биллинг и продукты вообще для мобиль для мобильных операторов и это такой сектор который продуктов бизнеса b2b хочу вас спросить а если кто-то здесь в зале кто тоже работает в компании которая делает продукты b2b поднимите руки пожалуйста аутсорс ну давайте тоже аутсорс еще потянем ага не очень много для хорошо у нас какая особенность так есть на 70 команд разработки в компании 1 а есть у кого-нибудь а взяли у кого 70 команд разработки в компании 25 ага хорошо ну тоже много вот и еще у нас такая особенность что компания 70 вот команд разработки долгое время нее был один клиент вот крупный ну мегафон что там это не секрет и долгое время значит в компании как бы был такой хардкорный waterfall вот и это стало меняться совсем недавно ну и представляете как это сейчас все происходит тяжело ну кое-где уже кучих уже очень неплохо мы решили построить наш сегодняшний доклад таким образом что рассказать вам несколько историй на самом деле вот как мы работаем с командами сначала вообще на самом деле начну с того что расскажу как мы с мишей работаем то есть мы работаем с разными командами вот ну то есть работаем с командами и на межкомандном уровне и там дальше проводим там ретроспективы с процессе и так далее что хочется сказать по поводу команд вот наша сегодняшняя тема agile kitchen это работа с командами вот и что касается команд мы работаем так на долгосрочной перспективе мы приходим в команду на три месяца становимся там фактически скром мастерами плюс находится человек обычная и мы как бы очень хотим тоже этого чтобы появился человек в команде который остается там после на скром мастером вход и дальше работает скром мастером вот на протяжении этого там допустим двух трех месяцов мы стараемся как можно больше помочь команде как можно больше пользы нанести вот первая история про про одну из команд история такая значит у нас очень много распределенных команд так сложилось было такое недавно слово почему у вас так а так сложилось вот очень много так сложилось и в одной такой команде представьте себе да немножко про формат сегодняшний давайте делать так я сейчас буду мы поиграем с вами я вам рассказываю историю и спрашиваться как бы вы поступили в такой ситуации вот вы набрасываете какие-то идеи а потом мы расскажем как мы поступили и чего из этого вышло значит история первое представьте себе что вы попадаете в команду и этой командой а как оказывается недовольна довольно сильно продукт оунар тарас говорит что медленно работают что в команде ну по ее мнению продукт оунар вообще ребята как-то пинают балду какую-то вот и сами ребята тоже как-то не очень довольны друг другом оказывается ну то есть где команда находится в какой фазе как понимаете в сторминге на в таком вот плюс на на можешь листай слайд у нас картинка есть про это представьте себе что вы скромастер который пришел на встречу баклок рефаймента или планирование и вот он вы наблюдаете такую ситуацию боря это сторонний архитектор которого пригласили в эту команду но вообще на самом деле не имеет никакого отношения ну как бы он эксперт в продукте очень крутой вот есть несколько человек в питере есть вася из краснодара который лучше всех разбирается в продукте ну и люди которые в питере они как бы не очень хорошо это тоже инженер они не очень хорошо разбираются в продукте в коде вот вот такая ситуация что бы вы стали делать давайте да зачем боря а добавлю вам еще сейчас боря значит вася как оказывается больше всего баги фиксит только то есть он постоянно фиксит баги почти не участвует в новой разработке вот вот так вот и и оказывается что он как бы ну говорит ну да я может быть это сделаю задачу спринта потом оказывается что не не делает ну он полностью багами закрыт вообще зачем боря боря эксперт в продукте он как бы очень небо ну а вас и боря они оба эксперты боря его приглашают на не для того чтобы он иногда помогал она оказывается потом что он еще пока допустим вы уходите из команды как скромастер он приходит и там все советы раздают советы как надо делать и был вопрос почему остальные члены команды не принимают участие в оценке почему они не понимают они они фишки советы спрашивают они некомпетентно на закрытие в одной комнате васю борю да окей хорошо какие еще идеи давайте поднимайте руку если у вас есть идея что уже есть что уже есть да 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 они предположим уже начали работать с вами вас есть кому в командировку принести сюда к супер так и сделали на самом деле он приезжал да то есть идея того что боря не не оценки дедовал а делился информацией да хорошо ага сейчас первый второй будешь вторым да а здесь нет коммитмента перед борьбом как бы здесь не ведет на самом деле встречи продуктов на просто так не нарисовал на самом деле присутствует тоже в зале ну здесь не не участвует он иногда с соседними командами так ходит договариваться вместо этой команды эксперт крутой его даже его уважают там вообще а парно попрограммировать хорошей кстати идея на сборе хорошо но боря кстати не не вообще все эти фишки не любит как бы парное программирование это как нетрадиционная ориентация считает разбить задачи на более мелкие куски понятно но смотрите ситуация дальше так развивалась боря как бы дальше еще проявляется такие следующие свои качества говорит что типа вот чего вы тут ерундой всякой занимаетесь теперь ретроспективы это ерунда всякая и начинает еще влиять вот на этих участников остальных в питере говорить что типа потому что вот ваш этот скрам там и agile говно и ну в общем проявлять себя как довольно токсичный человек на самом деле вот дальше вот изолировать более от команды да на самом деле хорошая идея ну давайте расскажем что мы делали в такой ситуации мы не не подожди верни предыдущий слайд да там потом продолжение на самом деле истории веселых значит что мы сделали мы действительно как бы фидбэк боря но так как мы с командой работаем мы дали просто фидбэк выше менеджменту вот сказали об этой ситуации они дальше передали это боре вот и несколько раз это произошло то есть это было на протяжении нескольких месяцев происходило и так получилось что боря на сам потом просто на самом деле пошел искать другую компанию он понял что вот в этой ситуации когда все начинают меняться и ответственность переходит к самой команде а он уже сам не хочет программировать этот человек который считает что он как бы достаточно эксперт чтобы просто раздавать задачи остальным он в этой ситуации уже как бы ну чувствую себя некомфортно вот он ушел из этой компании сам его не даже никто не увольнял вот и мы считаем что это на самом деле хороший результат в общем-то был для команды в том числе вот да никто не занял его место на самом деле если что следующее на самом деле мы выяснили мы поговорили ну как бы с вопрос такой а скромастера поднимите руки пожалуйста много народу а вы скажите а вы часто бывает такое что вы один на один беседуете с членами команды да а кто беседует поднимите руки вот один на один что у вас есть круть вообще на самом здорово вы знаете что это наверное один из очень мощных на самом деле инструментов кто из вас учился например коучингу таком есть один человек два человека вот да конечно нужно рассказывать что это такое вообще наверное нет коучинг профессиональный коучинг нацелен в принципе на то что вы путем то есть это противоположность позиции такого учителя когда в учитель вы рассказываете как все надо делать когда вы коуч вы беседе как бы работаете больше как зеркало и как человек с вопросами с пачкой сильных вопросов вот и благодаря этому человеку помогаете на самом деле увидеть себя иногда с другой стороны задуматься о чем-то важном и найти пути решения стать круче вот вообще это пришло из тенниса один из основоположников коучинга тимоти голви у него есть кстати очень крутая книжка работа как внутренняя игра вот вот он как бы перешел в коучинг когда понял что он как тренер по теннису не может уже дать своим ученикам больше чем потому что они стали круче его и тогда он стал работать уже вот таким образом он не может просто как бы как теннисист дальше учить так вот что в этой ситуации мы дальше сделали мы поговорили с васей вот да я хоть про себя хочу могу сказать что я тоже много сидят на шоу в коучинге вот и поэтому мы много работаем с командами вот в таком формате один на один в разговорах поговорили с васей васи спросили васю на самом деле простой вопрос задали вас а ты чего дальше хочешь ты как бы смотри ты вообще крутой эксперт но почему-то занимаешь тем что фиксишь бани вот вернем наоборот сначала вы спросили типа ты чего хочешь а я вообще хочу стать крутым тех лидом а чем что делаешь внутри баги фиксишь такой на что-то действительно странно получается как-то вот и после этого сам пришел с идеей типа того что я хочу вот архитектуру тут паре факторить на самом деле действительно много проблем мне вот этот боря на самом деле каждый раз когда я предлагал какие-то идеи он меня типа там прессовал не типа и подавлял мою инициативу сейчас бори нету я короче вот у меня тут есть пачка идей как улучшать наш продукт ну вот это хороший результат следующая история из жизни этой команды вот все развивается уже лучше смотрите чего дальше происходит это ребята из питера вам два вопроса про что про что этот разговор между ними да вася тут просто молчит это два человека после спринта на ретре после спринта который ну не удачным был как думаете про что что происходит вообще и как бы вы поступили в такой ситуации не инженерный тренер это не я это человек который в команду тоже приходит помогает тесты и не тесты например писать или continuous integration настроить там и так далее инженерные практики мне кажется здесь прозрачности процесса не хватало прозрачности процесса да еще что он а почему это противопоставляется да то есть как странно странная реакция то есть опять про фокус по сути дела да 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 там еще рука ну не дейли происходило но да там как-то двигалась что-то на дейли недельный спринт одна неделя но она была запланирована в принципе эта активность вот но тем не менее даже соучи с учетом этого они все равно не успеют не успеют да 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 провалилась да нет на самом деле ну как бы там по типу там у них поток багов какой-то идет но они резервируют на это время смотрите я хотел немножко ваш фокус на другое сдвинуть вот посмотрите как вы думаете вот эти реплики они насколько они коррелируют с таким понятием как в принципе ответственность никак да как-то странно очень да звучит это все прежде всего следующий слайд немножко хотел поговорить про ответственность может быть вы знаете про такую штуку называется responsibility process поднимите пожалуйста руку если вы знаете про это один человек два три четыре на 4 хорошо значит есть такой американский консультант кристофер айвери вот он придумал такую модель вместе с рядом психологом который называется responsibility process эта модель про ответственность дело в том что немножко я про нее сейчас коротко расскажу тема вот в чем смотрите когда происходит что-то плохое у нас ну например мы провалили релиз предположим то чё у нас самое первое приходит в голову мы выпали из зоны комфорта короче да и должны как-то здесь какая-то проблема найти виноватого самое первое то есть вот и обвинить кого-нибудь а вот петь и короче не работал весь спринт поэтому я тоже из-за него не работал первое следующее что происходит последовательность на самом деле то что я сейчас рассказываю это естественный процесс ментальный который происходит у нас и это в этом нет ничего как бы пагубного и плохого просто мы так устроена с вами вот просто у некоторых людей он проскакивает довольно быстро вверх а у некоторых людей как бы можно залипнуть где-то вот второе что происходит мы пытаемся найти какое-то оправдание на оправдание чем отличается от обвинения тем что в случае обвинения причина это конкретный человек вот петь и оправдание это какое-то общая данность ну например на у нас компании вообще соседняя команда тоже фокапе спринты и поэтому мы то на самом деле ничем не хуже их вот да то он прекрасная следующая стадия стыд это когда я себя обвиняю на самом деле я отчета херовый эти короче девелопер вот я не смог справиться с этой задачей вот ну или там не знаю я весь спринт как раз занимался другими делами я виноват вот следующая стадия более тонкая на самом деле обязательства это стадия на которой мы не видим других никаких альтернативных путей варианта кроме одного единственного ну например приходит вам продуктонер говорит ребятки у меня для вас калал куча классной работы надо обязательно ее сделать и вы говорите но у нас нет вариантов мы должны это сделать вот и это вот заметьте что очень часто в нашей культуре вообще это считается ответственностью ребята согласились они взяли на себя ответственность но на самом деле никто кроме вас не знает взяли вы ответственность или нет вот и это ответственность это вот есть в английском слово responsibility а есть accountability вот аккаунта был человек это который отвечает за вот ему как бы сгрузили задачу теперь ты аккаунта был за вот эту фишку там не знаю за это за проект но responsible для ты на самом деле внутри себя никто не знает и responsible это когда ты действительно принимаешь на себя ответственность это значит что я хочу этого я действительно беру на себя эту ответственность вот я понимаю как я это буду делать я действительно стремлюсь к этому и все наши прокрастинации они на самом деле вот они вот в нижней части происходит этого потому что мы делаем что-то не то что на что на самом деле берем ответственность вот сдался и отрицание ну раздался когда мы покрутились в этом цикле то есть туда-сюда туда-сюда но так и не взяли ответственности выпали просто ну просто выпали в сторону так и не взяли на себя ответственность отрицание это когда есть какая-то проблема но мы просто игнорируем такие два дополнительных вот хочу порекомендовать вам книжку кристофера ивери responsibility process у него там есть много хороших примеров на эту тему вот и давайте дальше пойдем вот я хотел еще бы рассказать немножко про встреч один на один тоже чтобы как слайд остался в принципе про разговор с васей вот это вот примерно то чем чем приз происходит зеркало зеркало это значит что вы смотрите как коуч вы можете работать отражая некоторые факты которые происходят вы можете высказывать некоторые безоценочные суждения факты которые вы заметили например я заметила что ты только занимаешься бакфиксингом багов но это же факт да и человек это сам только что признал вот вы то есть вы по сути дела отражаете человеку показывать его самого дело в том что ну то есть мы сами про себя не все замечаем вот это нормально абсолютно вот и зеркало это про то чтобы человеку как бы отзеркалить то что происходит на самом деле сейчас я заметил ты сидишь вконтакте отлично ну а почему нет а это ты можешь тут а тут ты достаешь responsibility process какой-то слив ответственности да почему я рассказал про responsibility process потому что на самом деле на основе этой теме ну этого инструмента можно построить другие инструменты нужно в первую очередь как вы думаете как скром мастер что вы можете сделать вот вы скром мастер что вы можете сделать как помочь команде с помощью этого инструмента responsibility process ну то что я на предыдущем слайде ну вы сначала изучили его потом рассказали самой своей команде и вы можете на самом деле сделать такую штуку например на той же ретроспективе а давайте подумаем как ну это же нормальный процесс как у нас иногда бывает типичные проявления того как мы сливаем свою собственную ответственность в нашей команде давайте по выписываем примеры если мы на достаточном уровне доверия это хороший способ на самом деле так вот задуматься об этом плюс во втором вы можете вы можете повесить эту штуку как бы где-нибудь у себя на стенке вот и мы кстати тоже не миша периодически подлавливает по этой штуке вот ну давайте поедем дальше история номер два да за это внимание сейчас Андрей мне передаст записывающую стройку вторую историю мы назвали яркой лидером установите для себя сколько с scent ARD и какуюập случаются разные конфликты между разработчиками старыми, которые долгое время писали продукты, и новыми. В команде есть Team Lead, который тоже довольно давно работает с этой всей историей. И во время конфликтов он себя ведет примерно вот таким образом. Перещелкни, пожалуйста. Да, в общем-то слова сохранены. Собственно, вот как бы что тут делать вообще в такой ситуации? У кого есть какие варианты? Да. Ну, дать обратную связь Team Lead на конкретных примерах. Да. Какие еще есть варианты? Дать пообщаться с Team Lead, да. Пускай сами... Дать пообщаться Федору с Дамиром, ага. А еще какие варианты? Что сделать с конфликтом? Вывести в конструктив, в чем это выражается, в чем это плохо, да. Ну, в общем, да. Я думаю, что у вас точно эта проблема? Потому что если запомнить в моем кабинете какую-то комментированную фразу, и в фразу Дамире не понимаю, я по-моему все на что-то более подробное, то есть когда вы объясните, почему это все. Мне кажется, что здесь проблема исключительно в теме, которые почему-то считают, что вы будете пройти дольше, вот просто молодец, а мнением очка можно пренебрить. Угу. Ну, то есть, что делать? Буквально в двух словах. Давайте здесь прокомментируем, что здесь ситуация такая, что там серьезный конфликт между двумя разработчиками. Они категорически не согласны поводу кодинга стандартов друг друга. Это заключительное число? Один, да, считает, что он крутой инженер, а второй уходит от конфликта, ну, не обсуждая инженерные. Ну, снаружи непонятно на самом деле, что за этим всем скрывается, то есть проявляется это вот так вот, что там внутри, непонятно. Как вы думаете, кто активнее всех на, например, командных встречах? Когда ребята планируют эту рацию? Да. Федор? Кто думает, что Федор? На самом деле там тимлит очень активен. Вот. Он буквально забивает эфир полностью весь. И, Андрей, переключи, пожалуйста, слайд. В общем-то, выглядит примерно как вот такой человек с рупором. Все остальные сидят, молчат. Наверное, вы догадываетесь, какого качества решения принимаются при такой работе команды. Вот. Поэтому мы, наверное, сделали первое, что можно сделать в этой ситуации. Включили всех остальных в работу. В принятие решений и в какое-то запустили командное взаимодействие. Ну, например, какой-нибудь вам конкретный пример приведу. Например, команда занимается работой с бэклогом, прорабатывает, идет по бэклогу сверху вниз, прорабатывает каждый его элемент. Понятно, что когда это все идет в один поток и вещает человек с рупором, то эффективность такого мероприятия довольно низкая, довольно мало, и ребята успевают. Что можно сделать? Вы, как скроммастер, можете разбить команду на несколько подгрупп, и ребята начинают прорабатывать элементы бэклога параллельно в подгруппах, потом их сводят вместе. За счет такого простого фасцилитационного приема эффективность увеличивается многократно. Плюс ребята все-таки принимают участие в решении проблем. Да, вопрос какой-то был. Темлит все еще среди них, да, вот он один из тех человечеков, но теперь он уже не может забивать эфир с собой полностью. Как минимум, ну да, он, в общем, работает в одной из подгрупп, поэтому не полностью. Но смотрите, тут я не сказал, что это решило проблему. Стало получше. Ребята начали общаться между собой, начали вырабатывать какие-то командные соглашения, но проблема тем ли, да, она все равно осталась. Микроклимат оставлял желать лучшего. Вот, и что, вот, что здесь я хотел этим слайдом показать, что всякие фасцилитационные приемы, это очень круто, это дает действительно результат. Очень рекомендую книжку Сэма Кейнера, если она еще продается, там куча разных таких полезных штук. Мы, как говорил Андрей, активно применяем встречи один на один, разговариваем с людьми. Мы поговорили с этим тем ледом. Много интересного выяснилось. Во-первых, оказалось, что он, в общем-то, не хотел быть тем ледом. Так получилось, его назначили, партия назначила. Вот, и он, как бы, страдал, но выполнял эту роль. Какой это уровень по Эйвере, слив ответственности, помните? Андрюха, подскажи. Мы с ним поговорили, а что мы с ним конкретно выписали список, даже вот так вот, в процессе беседы. Что он делал до того, как команда перешла на скрам, и что он делал после. Оказалось, что у него сейчас, по сути, никакой работы не осталось, на самом деле, кроме аналитики некоторых дополнительных, которые тоже должны команде уехать технической. И контроль у него там везде, там раньше было много всякого контроля, сейчас он тоже пытается контролировать. Вот, и мы спросили, как бы, а ты чем хочешь, тебе, чтобы больше все доставляло, вот, из того списка раньше заниматься, оказалось, что ему, вот, аналитики, вообще, в принципе, бизнес-аналитики он хотел бы заниматься дальше. Вот, он так сказал. Ну, тогда, типа, я спрашиваю, ну, как бы, а тебе идея, например, быть, и есть, вот, сейчас у нас локация внутри компании, компания большая, аналитики подниматься. Он такой, ну, у меня, значит, этим не главное еще, типа, значит, так это, ну, и будет. Ну, в общем, да, он должен этим заниматься и занимается. Это вот, например, обязательства из… Да, обязательства. Такой вопрос моим еще задали интересный. А как ты думаешь, как твой стиль работы вообще влияет на других людей в команде, что они думают о тебе, о твоей работе? На что он ответил, ну, блин, и так понятно, чего они думают, я же не дурак, чтобы их там спрашивать. Все нормально. Общаясь с ребятами, мы-то подмечали, что, в общем-то, не все нормально. Поэтому мы ребятам предложили такое упражнение сделать. Очень похоже на то, о чем ребята из Семраша говорили до нас. Андрей, перелесни, пожалуйста, слайд. Мы организовали такую сессию обратной связи, и она состояла из двух этапов. Первый этап довольно такой лайтовый, когда команду из, по-моему, сколько их было, 12 человек выделили пополам, и каждый человек в группе давал конструктивную обратную связь каждому. Ну, что значит конструктивную и качественную? Ну, то есть мы говорили о сильных сторонах, о зонах роста, оперировали фактами, данными, меньше эмоций, больше вот каких-то объективных вещей. Очень хорошая штука, заходит практически всегда хорошо. Мы во многих других командах это применяли, всегда только положительные отзывы. Поэтому, если история там про доверие, про какое-то вот увеличение такой командности, то вот это упражнение очень здорово помогает. Вторая часть была более суровой. Вот мы попросили ребятам сделать такое упражнение. А расскажи еще про предусторию. Дело в том, что команда довольно сильно штормила, и некоторые участники говорили, что нам вообще, в принципе, лучше бы разбиться на две команды или уменьшить вообще количество людей в команде. Да, действительно, ребята говорили, что мы вообще могли бы гораздо эффективнее работать, если нас будет не 12, а 6-7 человек. В принципе, мы понимаем, чего нужно сделать, но нам реально тяжело договориться с таким большим составом. Поэтому, да, спасибо за дополнение. Это был важный такой повод для того, чтобы поговорить на эту тему, о какой вообще состав команды мог бы быть, вот если, условно говоря, перезапускать проект. Соответственно, на самом деле это было голосование. Мы попросили ребят ответить на вопрос, а кого вы с собой вообще в новую команду хотите взять, работать над продуктом. Выберите, там, по-моему, 4-5 человек. Соответственно, каждый голосовал, голосование было тайное, а результаты были публичными. Соответственно, получился некий список, такой рейтинг людей. И, как вы думаете, где в нем был TeamLead? Ну, в общем, он был где-то внизу. Да, на самом деле он был прям чуть ли не последним в этом рейтинге. Это жестко, да. Но когда человек, ну, в общем-то... Расскажи про последствия. На самом деле это был эксперимент такой, мы, наверное, решили, что мы в таком формате его лучше не хотим проводить прямо. То есть он был крайне-крайне-комненько. И потом, когда мы собирали обратную связь от этой команды, да, то на нас было много негатива. То есть эта команда, скорее всего, может быть, и не захотела бы... Ну, так было несколько человек, которые, как бы, реально, обиделись на нас, так скажем, за этот эксперимент. Это, наверное, можно обсуждать экологичность его. Но факт такой, что в результате этот темрик ушел из этой команды сам, получив такой футбэк жесткий, но тем не менее, как бы, вот такой вот. И команда сама себе потом выбрала темр, да, и им оказался самый сильный инженер. Ну, который, на самом деле, хотел дальше как-то развивать продукты и самой командой заниматься, вот, да. А там уже получилось, у вас было 12 человек, ну, в финальном списке где-то 5-6. Да. Но мы им сделали, мы же, на самом деле, не делали... Мы им сказали, давайте поиграем как кругом, то есть он сейчас не... Как если бы вы перебирали, вы выбирали. Вот. То есть это делалось не для того, чтобы уменьшить их, реально, как бы, сократить, а для того, чтобы просто положить... Мы будем брать на связи. Да. Ну, да. Наверное, можно к следующему слайду. Я хотел еще немножко сказать про предыдущий слайд. Можно я быстро? Давай. Про фасилитацию. Здорово, вот, Миша сказал такую вещь, что инструмент фасилитации в тоже сложных командах хорошо работают, и если у вас есть, например, команда, которая действительно... которая раньше была в авторитарности в управлении, фасилитация – это лучший инструмент, где можно попробовать начать поднимать самоорганизацию. По поводу фасилитации, часто мы говорим о том, что фасилитация напрямую связана с ретроспективами. Скажите, а кто применяет инструменты фасилитации не только во время ретроспективы? Ага. А где вы применяете еще? Продукт, отлично, да, супер. Где? У нас интер-интре-интре-вью, да. Вообще классный спинтре-интре-вью, там, где пользователи прямо приходят, можем фасилитировать несколько станций, например. Да. Стандарт. Ну, стандарт, да, ну, конечно, да. Стратегические связи. Трансессия. Ну, там, наверное, вряд ли с самой командой, но, наверное, если команда… Социалит. А, окей, хорошо. Да. Это предоходчивое решение, но могу. Когда хочешь, значит, вообще. Это не фасилитация. Ну, так, ну, давай, нормально. Спасибо. Да. Да. В больших группах хорошо очень работает вот та самая инстинент, о которой рассказал Миша, работает в подгруппах. Все, что угодно, на самом деле, можно делать в подгруппах. И уровень увлеченности там гораздо больше. В двойках, тройках можно рефайнить бэклог, например. Вы берете несколько элементов бэклога, разбиваете их на подгруппы, а потом люди друг другу, подгруппы друг другу рассказывают про то, что они рефайны. Очень сильнее. Давай дальше. Давай. В общем, у этой команды все стало хорошо. После того, как они выбрали себе нового тимлида и перешли на новую такую фазу своей истории. Третий кейс. У нас 10 минут. Очень быстро расскажу. А потом будет последний, четвертый на закуску. Третий кейс про аутсорсеров. Есть ли у вас в командах отдельные люди, которые работают на аутсорсе? Есть такое. Мы здесь покажем такой антипаттерн, который заметили у себя в компании. И, наверное, потом паттерн. Андрюх, переключи, пожалуйста, слайд. Представьте, что вы скрабастер, который только зашел в такую команду. И случается вот такой разговор. Вы пытаетесь выбрать время для дейли-скрама, но выясняется, что один из участников у вас здесь, в Петербурге, студент. Он учится в институте и только два дня в неделю приходит на работу. Один аутсорсер на самом деле работает на парт-тайм, и у него есть второй важный проект, поэтому он к вам, конечно, присоединится, но как сможет и вообще без гарантий. Третий аутсорсер тоже студент. И учится днем, и только после 16 вообще готов к тому, чтобы работать. В этой команде есть еще технический лидер, который здесь в реале на фулл-тайм, и еще один человек, который тоже на фулл-тайм, и он может, в общем-то, в любое время удобно. Как им договориться вообще? Да. Стендап 16, эти двое пишут текстом. Стендап 16, эти двое пишут текстом. Ну да, примерно такие варианты и возможны. Да. Да, 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 да. Мы вопрос создали специальной команды, чтобы решать эти проблемы. Действительно, так получилось, что эти люди собрались вместе вот в такой конфигурации, когда им очень тяжело вообще работать вместе. Им очень тяжело выбрать ритм, в котором они могут эффективно что-то делать. Вы, наверное, догадываетесь, что технический лидер превратился в координатора, который вынужден был вот этих фантомно возникающих людей, то там, то сям. Озадачивать какими-то, в общем-то, задачками и заниматься таким микроменеджментом внутри. Мы заметили, что здесь хватает, и причем они хотели работать по скраму, и говорили, помогите нам работать по скраму. Наверное, многие знают, что в 2016 году в скрам-гайде добавились такие штуки, как ценности, ценности скрама. И мы с Андрюхой сразу заметили, что тут как минимум одна из этих ценностей в принципе вообще отсутствует. Как вы думаете, какая? Как минимум одна их пять. Вторая. Есть такая ценность фокусированность, фокус. Да, фокуса здесь нет вообще. И, наверное, быть физически не может у этих ребят с таким графиком. С одной стороны, а с другой стороны отсутствовала вторая ценность, которая называется смелость. И не было смелости ни у кого эту проблему как-то порешать. Наверняка вы догадываетесь, какой самый большой риск вообще у этого проекта мог только быть. Вот. То, что уйдет вот тот координатор, охранитель знаний. Как ни странно, так и случилось. Да, он уехал в Европу неожиданно для всех. И ребята остались один на один с продуктом вот в таком вот составе, как здесь на рисунке. Ну, в общем, они рестартанулись, но уже в гораздо более стрессовых условиях. И для продукта не было ничего полезного здесь. Вот. Соответственно, это антипаттерн, который, наверное, мы хотели рассказать. Андрюха, теперь, наверное, ты расскажешь коротенько паттерн и к следующей истории. Как его сорсеры могут быть эффективны? А, да. На самом деле, просто... Я тебе микрофон передам. Давай. По поводу аутсорсеров небольшой комментарий, что... У нас просто в компании есть такая практика, что сторонние разработчики часто привлекаются для пополнения штата. Вот. И, как бы, ну, одна из единственных, из естественных пожеланий, там, типа, давайте вообще откажемся от аутсорсеров. Всегда есть, как бы, плюсы и минусы. Вот как вы думаете, если добавить в вашу существующую команду аутсорсеров, вы бы больше плюсов или минусов получили от этого? Минусы. Только минусы. Вот по этой я вам рассказываю только минусы. А я могу рассказать вам историю, что когда я был разработчиком, там, несколько лет назад, я от участия вливания в нашу команду аутсорсеров получил, как бы, больше бонусов, наверное, чем за предыдущие несколько лет работы, как инженер. Там была такая история, что мы запартнерились с одной внешней компанией, которой были очень крутые инженеры, и мы работали с ними так. Два аутсорсера от них и два инженера от нас. И мы вместе, то они к нам приезжали, мы вместе с ними работали, то мы к ним поехали в Таллинн и там вместе работали три месяца. Вот. И я, на самом деле, прокачался за эти время очень сильно. Вот. Я в этот момент стал фуллстек-разработчиком тогда, и это было очень круто, на самом деле. И продукт, проект вообще продвинулся необыкновенно. Это другой формат, просто вот так тоже бывает, на самом деле, все, что хотел рассказать. Да. Для третьей команды закончилось тем, что вот этот главный инженер, он ушел. Вот. Этим ребятам стало сложнее потом работать. Заканчивается с тем, что все уходит. Нет, нет, нет. Смотрите, я, кстати, понял, что я не успел рассказать позитивную первую историю. Помните про Васю, который в Краснодаре был? Она закончилась позитивно, в том смысле, что он вернул, приехал просто в Питер, у него случился релокейшн сюда, и он сейчас один из таких крутых парней, которые еще помогают другим. То есть он ментор. Отдельно не рассказываю про менторство у нас в компании. Кому интересно, я могу рассказать отдельно потом. Да. Можно сказать, что у них не поменялись. Телет ушел, координатор. А как они дальше смогли согласовать, чтобы продолжить работу? Они согласовали, да, ну, там, с подключением по телефону одного из людей. Он иногда подключался, иногда не подключался. Вот так вот. То есть они пошли на какие-то уступки? Да, он уже к моменту ухода уже был более-менее нормальным. Но плюс еще было хорошо, что в этой команде был один из студентов довольно такой активный и нацеленный результат. Ему просто пришлось потом тяжелее. Один из студентов закончил обучение и пришел с компанией в штатном столе. Да, поэтому да. Давайте про четвертую историю быстро расскажем. Она более глобальная, и интересно с вами тоже про нее поговорить. Она большой пластик на самом деле тоже затронет. Представьте себе, что вы приходите... Объясни, пожалуйста, сразу слайд. Приходите в команду. Вас команда сама позвала на помощь. Команда работает с большой системой и занимается тем, что автоматизирует системные тесты. End-to-end. То есть это тест, который пронизывает систему от начала до конца. Заказчик хочет очень много тестов к концу года. Команда не успевает. И разбор ошибок, то есть они пишут тест, не проходит. Пытаются даже руками сначала его провести. Не проходит. Долго очень закапываются, пока разбираются, почему он не проходит. И чтобы вы... Ну и тратить на это много времени, медленно идет разработка тестов. Что бы вы, как скромастер, ваше действие в такой ситуации? Что? Ну, они успеют по прогнозу, например, если сделать прогноз какой-то, ну, там, не знаю, 20%. Ну, сначала заказчик сказать. Хорошо, да, окей, вариант. Да? Вопрос. А правильно ли у нас они тестируют? Пишут тест на какую-то готовую систему, и тот террор, который создал эту систему, не в команде? Да, так и есть. Ага, из команд подключить специалистов. Хорошо, да, круто. Какие еще идеи? А почему они тесты прогоняют? То есть, зачем они это делают? Это длинный разбор? Они тесты пишут, end-to-end тесты, потому что таких сейчас тестов автоматизированных нет. Нет, нет, нет. А вот они тест написали, дальше они его прогоняют, долго копаются в ошибках. Да. А суть этого процесса в чем? Зачем они это делают? Ну, просто чтобы написать тест, который дальше будет повторяться и проходить. Нет, они так тест тестируют, проверяя, что он правильно, что он правильно, да? Да, 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 да. Тесты они для заказчика пишут? Да. Варка? Нет, ничего, ваша цель не принесла. Ну, ну и понятно, все понимают, что это будет полезно для самих, для самого продукта тоже. При выпуске большой системы хотят гонять эти тесты, чтобы… Да, дальше, 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 да, еще, естественно, и в самой компании не будут гоняться, да. Определить самые критичные части, в первую очередь, на рейтинге. Ага, да, выбрать самые важные тесты, супер. Угу. Ну, смотрите. Еще и юнитесты внести, чтобы после этого… Юнитесты внести. Смотрите, здесь, когда мы переходим на уровень такой более высокий, то очень полезно посмотреть системно вообще на то, что происходит, в принципе. Вот. Есть… Мы хотим сейчас вам рассказать быстро про такой инструмент, который называется casual loop diagramа. Вот. Если кто-то знает, то… Да, классно, супер. Значит, это инструмент, который мы рекомендуем использовать, на самом деле, как самим, самим лично, пока вы разбираетесь, так и вместе с командами, сам не знаю, с менеджерами и так далее. Собираете всех людей и рисуете вместе такие диаграммы. Почему это очень круто? Потому что это как если бы вы рисовали причинно-следственные связи, пять почему, но только на более компактно и с переменными, основными переменными, которые у вас есть в системе. Вот. Что на самом деле происходит? На этих диаграммах вы выписываете такие перемены, как качество, количество тестов, количество time to market. Вот. И посмотрите, как они зависят между собой, как они связаны между собой, эти перемены. Ну, например, чем больше у вас тестов, да, тем больше, на самом деле, они будут чаще ломаться. Согласны? Ну, это как бы факт. Чем больше тестов, ну, в принципе, они… тем больше вероятность, что они будут ломаться. Ну, вот. Ну, на этой диаграмме что можно сказать? Что чем больше у вас компонентных команд, то есть таких команд… Почему тесты-то на самом деле не писались? Почему к тестам вообще такая задача стоит? Потому что на уровне самих команд отдельных такие тесты просто не написать. Почему? Потому что есть отдельные фронтендчики, отдельные бэкендчики, отдельные датабазники и так далее. И все эти люди работают в разных командах. А если люди в этих разных командах работают, то, значит, нам нужна еще специальная команда людей, и которые будут все это интегрировать и писать тесты сквозные на это. Супер. Тогда, понятное дело, что время разбора таких поломок будет увеличиваться, потому что нужно будет бегать к тем ребятам, узнавать, а что это вы там поменяли, почему у нас здесь тесты поломались. Но смотрите, на этих диаграммах что важно? Есть такое понятие, как балансирующие циклы, то есть интересные циклы на этих диаграммах. Логика рассуждений такая. Чем больше end-to-end тестов у нас пишется в отдельной команде, тем больше поломок таких будет, тем больше времени ребята будут тратить на разбор этих поломок в процессе уже эксплуатации, но на самом деле тем меньше они будут тратить времени на разработку новых тестов. И значит разработка будет замедляться. Это так называемый балансирующий цикл. И это явно показывает, что в такой системе разработка новых тестов будет просто замедляться. И скорее всего есть такое понятие quick fix. Что такое quick fix? Быстрое решение. Какое быстрое менеджерское решение можем здесь принять? Тесты отключить. Ну хорошо, что еще? Ага, сейчас, одну минуту. У нас есть одна-две минуты? Есть, конечно, просто. Ага, хорошо. Еще одного тестирования. Взять там ни одного, там 10 просят уже. И там надо перестать писать тесты. Да. Перестать писать тесты. Ну короче, разные. Ну здесь контракт уже есть, грубо говоря, с заказчиком, что обязательно они тоже хотят эти тесты. Давай, давайте будет рассматривать поломку тот человек, который сломал, посетив его коммерческий сломал. Да, вот. Это уже хорошее, было лучшее решение. Вот. И наши следующие шаги здесь, на самом деле мы сейчас в процессе решения этого кейса, поэтому мы не можем сразу рассказать, чем он закончился. Вот. Но наша идея была заключена в том, что мы, во-первых, посмотрели на эту тысячу тестов, поняли, что многие из них не являются системными. Во-вторых, вы, наверное, знаете про такую штуку, как пирамида тестов. Да, то есть end-to-end тестов не должно быть очень много. Как оказалось, на самом деле, в общем-то, в этой тысяче тестов там много интеграционных тестов, много каких-то вообще слабо понятных тестов. В общем, там будет комиссия собрана на то, чтобы поревьюить эти тесты, и нужно отдать как можно больше тестов сами эти команды. Вот. Ну и те, кто, наверное, там, не знаю, знаете термины фичи команды и компонентные команды, те, наверное, знают, что у фичи команд много больше преимуществ перед компонентными. В компонентных командах, в принципе, все вот эти проблемы, они так или иначе будут вскрываться. Вот. Это в тему как раз тем, что компоненты команды всегда занимаются локальной оптимизацией. Что у нас дальше? Я хотел добавить, что, смотрите, интересная зависимость тут видна. Если мы поможем команде про их запросы и научим их работать эффективнее и писать как можно больше R2N-тестов в группе системного тестирования, то они-то будут работать быстрее, но глобально это приведет к тому, что тайм-то-маркет у нас увеличится, не уменьшится, а уменьшится. То есть мы будем доставлять полезное что-то там заказчику дольше, чем сейчас. И, наверное, вот это такой интересный вывод, чтобы посмотреть на проблему сверху, что, возможно, иногда проблемы команды решаются за пределами самой команды. Ну, перейдем к последнему слайду. Несколько способов так получилось, что именно пять этих способов у нас выявились. Резюмира. Responsibility process – это классный инструмент, чтобы практиковать ответственность и свою личную на самом деле. Вообще, на самом деле, у Кристофера Эвери есть целый курс по лидерству. И responsibility process – это один из очень мощных инструментов лидерства. Лидерство именно. Это раз. Второе. Беседа один на один и коучинг помогают очень сильно воздействовать, помогать командам. И лично, на самом деле, помогать людям. Это очень круто. Фасилитация. Тоже используйте фасилитацию. Есть такой термин у книги Лисы Аткинс. Кто читал Лису Аткинс? Coaching agile teams. Никто не читал. Это очень крутая книжка, которую must have для всех скром-мастеров. У нее есть такой термин. Если вы видите какую-то проблему, как скром-мастер, то что нужно делать? Take it to the team. То есть идите с ней и разговаривайте с командой об этой проблеме. Я считаю лично, что все вот эти авторитарные способы управления, они все связаны с тем, что люди просто не умеют коммуницировать и фасилитировать решение проблем в командах, на самом деле, просто-напросто. Фасилитация, она помогает просто-напросто запустить этот процесс самоорганизации, решения проблем вместе с командой, когда люди реально берут ответственность за те решения, которые там принимаются. Поэтому фасилитация – это очень важно. Четвертый – думайте системно, смотрите, используйте разные инструменты системного мышления. И то, чего очень важно, мы решили с Мишей, это еще смелость, потому что все можно это понимать, но вот как бы привести к реальным изменениям только смелость и настойчивость помогает. На этом, наверное, все. Спасибо. 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 Спасибо.